Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Вот как итальянцев называют макаронниками за их любовь к макаронным изделиям, так немцев называют колбасниками за их любовь к колбасе. И я в этой любви с немцами абсолютно солидарен. Причем вот это классическое немецкое сочетание колбаски, капуста, горчица и пиво мне очень нравится. Недавно на глаза попалась картинка горка капусты, пиво пенное и колбаски. Жиринки такие классные. Очень захотелось. Тут же поехал в магазин, прикупил грудинку жирную свиную, прикупил плечо, нарезал их тут же, засолил. И двое суток все это просолилось в холодильнике. И сегодня собираюсь накрутить колбаски, чтобы завтра их приготовить с кислой капустой. Будет очень вкусно. Причем примерно треть свиного плеча я вместе с жирной грудинкой сначала пропущу через мясорубку вместе с большим количеством чеснока и добавлю черного перца. Много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А затем превращу в эмульсию, добавив лед. И вот эту эмульсию смешаю с оставшейся частью свиного плеча. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И сахар. Очень важно, чтобы от начала процесса нарезки сырья до окончания набивки температура не превысила в 12 градусов, иначе бульонного отека не избежать. Набивать буду в натуральную свиную череву, я ее замочил в прохладной воде примерно час назад. Причем набивать буду при помощи китайского колбасного шприца. Обзор его на канале был, ссылочку в описании оставлю, если забуду, напомните, повешу ее. Что касается бульонного отека, очень часто задают вопросы. Хочу заметить, я пару раз ловил бульонный отек. Так вот, это не какие-то небольшие вкрапления с водичкой внутри колбаски, не какие-то капли буквально, нет. Когда я схватил бульонный отек, это было явно видно. Сарделька была в оболочке надута, прям как воздушный шарик, и в ней она была надута бульоном, буквально бульоном. И внутри этого бульона болталась маленькая, ну, наверное, раза в полтора меньше по диаметру сухая котлетка из фарша. Вот это бульон не внутри плавало, вот это бульонный шарик. Субтитры сделал DimaTorzok Набивать оболочку надо неплотно, чтобы имелось возможность перекрутить колбаски и тем самым их уплотнить. Если вы сразу их плотно очень набьете, то перекручивая, можете добиться того, что оболочка просто лопнет. Все, теперь нужно отправить колбаски на осадку, за время которой структура или текстура фарша уплотнится и на срезе колбаски в результате получатся такие более гомогенные. Проводить осадку надо в течение 12-24 часов при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов. Чем ниже температура, тем дольше идет процесс осадки, поэтому сами смотрите, что у вас в холодильнике творится. Наслаждаться этими замечательными колбасками буду только завтра. Продолжаем разговор. Колбасок я накрутил гораздо больше, чем мне понадобится на сегодняшнее блюдо, поэтому я их сейчас все вместе доведу до готовности, как обычной сардельки, только без копчения. А затем часть уберу в холодильник до завтра, больше они не прилежат, а часть использую сегодня. Духовка уже разогрета до 90 градусов в режиме конвекции. На противень кипяток. А сам займусь гарниром. Понадобятся лук, морковь, яблоки и кашляная капуста. Она у меня очень кислая, поэтому промою ее. В чугунном казанке однагреваю масло. Подсолнечное. И сначала обжариваю лук. Его нужно слегка подрумянить. Еще хочу приготовить картошку. У меня есть молодая. Даже чистить не собираюсь. Так, нарежу половинками. Надо творить в подсоленной воде практически до готовности. Когда лук уже начал румяниться, можно добавлять морковь. И обжариваю все вместе. Хочу, чтобы сахара лука и моркови карамелизовались. Согласитесь, что вкус карамели отличается от вкуса сахара. Отлично. Морковь уже тоже лишнюю влагу потеряла. Значит, пора яблоко добавить. Это у меня Грэнни Смит. В такое вот блюдо, на мой взгляд, этот сорт лучше всего подходит. Из доступных. Нет, конечно, если бы у меня была Антоновка, то блюдо получилось вообще просто бомба. Но в наших краях Антоновки с днем с огнем не найдешь. Обжариваю вместе с яблоком еще 5 минут. И теперь можно капусту добавить. Сразу же и тмин с перцем и лавровым листом сюда. Обжариваться капусте полчаса-час. Все зависит от ее количества в вашей посудине и мощности вашей конфорки. Нужно периодически помешивать. Картошка у меня уже в нужной кондиции. Молодая картошка просто в отварном виде хороша, но я ее еще слегка поджарю. Ну, не поджарю, подрумяню, так скажем, на сковороде. Для яркости. Процесс идет. Колбаски готовятся. Капуста томится. Картошка румянится. Скоро можно праздновать праздник живота. Колбаски готовы, но для подачи слегка подрумяню. Исключительно для красоты. Капуста тоже в отличном состоянии. Пара минут и все. Капуста. Субтитры создавал DimaTorzok Как долго я этого ждал! Это ровно то, что хотелось. Обалденные колбаски с обалденной горчицей. Знаете, вот эти колбаски, они одновременно сочетают в себе вот такую сочность, яркость, липкость, что ли, сарделек. И колбасок из цельных кусочков мяса. Просто классное сочетание. Просто вот обалдеть. Так, капусточка. Цвет карамельный, аромат обалденный. Ой! Слушайте, обожаю! Обожаю! Сахара, лука, моркови, яблоко. Сама капуста тоже. Она выбрала в себе все эти вкусы. Она подрумянилась такая. Видите, стала коричневой, такая карамельная. Очень классная. Очень насыщенная. Витмины, естественно, здесь чувствуются. И черный перец, и лавровый лист. Просто прекрасно. Ну и картошка. Что говорить? Ну, картошка стандарт. Хорошенько такая поджаренная, подрумянинная, ароматненькая. Ммм! Ммм! И певчанского. Редко. Очень редко пью-пью. Но с такой закуской надо. Очень нравится такое сочетание. Слушайте, вливайтесь в ряды колбасников. Это здорово. В магазине таких колбасок не купишь. В каких-нибудь специализированных ресторанах, в которых готовят специально, да. Но много ли в России мест, где есть такие рестораны? К сожалению, не очень. Сделайте себе такой ресторан у себя дома. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok